Здравствуйте всем! Привет из Канады, от Диты, я снова с вами. И сегодня видео спонтанное, неожиданное, я его записываю, потому что несколько дней назад я посмотрела видео Марины Михиной. Очень эмоциональное видео. Марина Михина блогер, вы, наверное, все ее знаете. У нее больше 200 тысяч подписчиков. Наверное, мы все ее смотрим. Все, кто смотрит меня, все, с кем мы поддерживаем отношения на YouTube, мы все смотрим Марину. И она выпустила видео, вслед ее же видео, в котором она показывала свой аутфит. И она была одета очень ярко. Она была одета в такие, знаете, сиреневые, фуксиевые цвета. И на ней были брюки защитные, очень красивые, яркие. Яркая блуза, очень красивый, яркий шарф. И в цвет этому очень красивые, яркие цветы фуксии, кроссовки и носочки. Я видела это Марина видео, я посмотрела этот ее образ, мне очень понравилось. Я очень люблю яркие цвета, очень люблю яркие сочетания. И я за то, чтобы вот чем ярче, тем лучше. Не все с этим согласны. Ну окей. Но есть люди, которые любят яркие вещи, яркие сочетания, яркие цвета. К ним отношусь я, к ним относится Марина. Мы имеем на это право. И я как бы посмотрела это видео Марины. Я не стала читать комментарии, потому что я посмотрела в самом начале, когда она выпустила. Я написала ей свой комментарий. Поставила лайк, конечно же, Мариночка. Возможно, ты меня смотришь. Я знаю, что ты меня иногда смотришь. И... Ну и все, как бы. А несколько дней назад Марина выпустила видео по следам вот этого ее видео. Где она рассказывает о том, что она получила такие отзывы о своем отфите. О том, как она была одета. Грубо говоря, как говорят на ютубе, ей напихали панамку. Есть такое выражение. Смысл комментариев негативных сводился к тому, что нельзя так одеваться. Нельзя одеваться, как павлин. Нельзя одеваться, как клоун. Нельзя одеваться так. Нельзя одеваться сяк. И вместо того, чтобы вы вот эти вот попугайские цвета фуксии кроссовки надели бы просто белые кроссовки. И надели бы белую блузку. И вы выглядели бы намного лучше. И Марина в этом своем втором видео высказала свою точку зрения, которую я поддерживаю. Что все не могут носить белые кроссовки. Все не могут носить белую блузку. Все не могут носить белую футболку. Безусловно, эти вещи имеют место быть. И безусловно, если вам нравится, вы можете их носить. Но почему-то вот так вот требуется, чтобы все носили вот белые кроссовки. Все носили белую блузку. У всех была белая футболка. Черная косуха. Понимаете, я согласна с Мариной в том, что есть какие-то стандарты и какие-то вот клише. Если кроссовки, то они должны быть белые. Если футболка, то она должна быть белая. Марина сказала, что у нее нету белой футболки и нету белых кроссовок. Я вам должна сказать, что у меня тоже нету белой футболки. У меня есть белые кроссовки, но я ношу их очень-очень редко. Я опять же поддерживаю Марину в том, что не всем людям идет белая футболка. Вот есть люди, которым не идет белая футболка. Если человек молодая, высокая, загорелая девушка, которая идет все, ей белая футболка пойдет. На некоторых людях, вот я считаю, что я тоже к ним отношусь, белая футболка выглядит как, ну как, я сама белая, футболка белая. В общем, она меня как бы стирает, мою внешность, понимаете, выбеляет. Если носить белую футболку, я, например, не согласна с тем постулатом, что это самая легкая одежда. Вот надел белую футболку, надел джинсы, надел белые кроссовки, и ты в тренде, и ты модный. Я с этим в корне не согласна, потому что одевшись так, вы становитесь незаметным. Вы становитесь таким же, как миллион других людей, которые идут по улице. Да, возможно, вы не ошибетесь, возможно, вы не будете выглядеть как попугай, или вы не будете выглядеть как павлин, но вы будете выглядеть так же, как тысячи и тысячи других людей. И есть люди, которые не хотят выглядеть так, как тысячи и тысячи и тысячи других людей. Есть люди, которые хотят одеваться не так, есть люди, которые хотят отличаться. Возможно, миксуя и смешивая какие-то яркие, неординарные вещи, мы не всегда, не всегда это стопроцентное попадание. Иногда это бывает не очень хорошо. Например, в одном из моих видео, где я показывала три аутфита, которые я выбирала себе, что надеть на работу, у меня была такая юбка цветная, такая цвета, светло-зеленого салатового цвета, в белых цветах. Я к ней надела длинный пиджак, и вниз я надела такую вязаную, такую трикотажную полу, которая мне по цвету показала, что очень подходит к этой юбке. Я их надела вместе, и как-то что-то не сложилось, и получилось не очень хорошо. И мне одна моя зрительница написала, что лучше бы вы надели белую футболку с этой юбкой. И я подумала, да, она права. Наверное, с этой юбкой лучше бы подошла белая футболка. Вот именно как вещь, которая нивелирует очень яркую юбку, очень яркий низ. Белая футболка бы в этом варианте, наверное, подошла. Тем более, что сверху был надет пиджак, ее почти что не было видно. И она, в принципе, была такая база-база, которую, в принципе, не было видно. Ну, у меня нету белой футболки. Но дело в том, что это не всегда работает, это не всегда верно, это не всегда хорошо и красиво. Иногда, одевая просто белую футболку и белые кроссовки, и белые кеды, вы не выглядите элегантно, вы не выглядите стильно. Вам кажется, что вы выглядите элегантно, потому что нам это внушили из видео. Нам со всех утюгов вещают, что у вас должны быть белые кеды, у вас должна быть белая футболка. И тогда вы сможете создать это база, вы можете создать любые комбинации. Все стилисты на ютюбе и в телевизоре везде-везде-везде об этом говорят. Но я считаю, что это, знаете, это такой легкий путь. Это для людей, если они не уверены в том, как они сочетают одежду, если они боятся выделиться, если они не хотят слиться со всей остальной массой людей, тогда это хорошо. Если человек не хочет сливаться с массой, если он хочет одеваться ярко и он хочет выделиться, почему вы призываете его одеть белую футболку и белые кеды, чтобы быть как все? Каждый человек индивидуальность, и каждому человеку подходят разные вещи. Вот, например, я почему, например, у меня есть белые кроссовки. Я их очень редко ношу, потому что они мне не подходят. Ну вот вы не поверите, но мне они не подходят. Я вообще очень редко ношу кроссовки. Я ношу кроссовки только тогда, когда мне нужна удобная обувь, когда мне нужно долго куда-то ходить, долго идти, и мне предстоит долгий путь. Тогда я надеваю кроссовки. Я так как бы приношу в жертву свой стиль и к лесоту, удобству, понимаете? Но на мне это выглядит некрасиво. Но некрасиво, потому что я небольшого роста. Я не очень худая, я такая, ну, женщина нормального стилосложения, немодельного. И на мне, вот если я надеваю платье и белые кроссовки, это выглядит некрасиво. Я выгляжу маленькой, приземистой, с короткими ногами. И когда я с тем же самым платьем надеваю какую-то обувь хоть на небольшом каблучке, это совершенно другая фигура, это совершенно другая внешность и совершенно другой человек, понимаете? Зачем тогда я буду носить белые кроссовки? Потому что все считают, что это стильно, потому что все считают, что это модно. И выглядеть я буду в них хуже, чем в какой-то другой обуви. Но зато я получу, как бы, вот отобрение от людей, которые считают, что белые кроссовки – это иммерциальная обувь на все случаи жизни. И только их нужно носить, и только в них вы будете выглядеть стильно и хорошо. Опять же, я скажу еще раз, носите, пожалуйста, если вам нравится, носите все, что угодно. И то, что вам нравится, но почему-то считается, что если человек одет ярко, человек одет необычно и человек одет нестандартно, то ему надо сказать, что вы одеты нехорошо, нестильно. Вот наденьте белые кроссовки, и все сразу в вашем наряде, в вашем аутфите все сразу станет хорошо. Не все сразу станет хорошо, это совершенно необязательно. Это такое клише. Мне кажется, знаете, иногда стилисты используют это для того, чтобы не ошибиться. Потому что это очень легкий путь. Всегда можно сказать, наденьте белые кроссовки, и вы всегда будете в стиле. И вы не ошибетесь, понимаете? Это легко, не надо думать, не надо придумывать, не надо искать сочетания. Это очень просто. И я хочу сказать, что, к великому сожалению, YouTube заполонили стилисты или просто вот ютюберы, которые вещают о стиле, которые кроме черного и белого ничего не могут сочетать, для которых кроссовки, белые кроссовки и белая футболка, это 90% их гардероба. И они просто миксуют эти вещи то с джинсами, то с черным пиджаком, то с черными джинсами, то с синими джинсами, то... Ну, в общем, вот так. Есть такие стилисты, это просто жалко, вы понимаете, жалко. Молодые, красивые женщины выглядят, ну, как скучно, неинтересно. Это просто скучно и неинтересно. Ну, окей, если им это нравится, им нравится такой стиль, то ради бога. Но не надо говорить об этом как о чем-то единственно возможном стилистическом решении вот любого гардероба, понимаете. Я вот против этого. Когда человек на YouTube показывает, что он миксует черно-белую одежду в пяти вариантах, одно другое с другим, третье с третьим, и только так, и только эдак, и говорит, что это единственный верный путь одеться стильно, я против этого, потому что есть очень много путей одеваться стильно, есть очень много путей одеваться ярко, одеваться интересно, потому что, ну, знаете, есть в английском такое выражение. Наша жизнь слишком коротка, чтобы одеваться в скучные вещи. Ну, это мой такой вольный перевод, там это звучит немножко по-другому, но, в принципе, идея такая, и это правда. Особенно сейчас, особенно после того, как мы, просидевши дома полтора года, не выходя никуда и практически не надевая свои красивые яркие одежки, призывать носить вот какие-то серые обычные стандартные вещи, ну, как бы хочется яркости, хочется интересных образов, хочется красивых, ярких цветных аутфитов. И согласитесь, что если вы увидите на улицу женщину в белой футболке, в джинсах, в белых кроссовках, в черной косухе, она пройдет мимо вас, вы не обратите на нее внимание. Но если вы увидите женщину одетую ярко, одетую нестандартно, одетую необычно, то вы обязательно обратите внимание и захотите ее разглядывать, захотите посмотреть, что на ней, какая на ней обувь, какой на ней, какая у нее сумка. Не то чтобы я стремлюсь к тому, чтобы меня разглядывали, но я не люблю серость и скуку в одежде, я не отрицаю стиль минимализма в одежде, он существует, но это не единственный верный и правильный стиль в одежде, чтобы выглядеть стильно и элегантно и красиво. Я даже считаю, что это самый безопасный и самый такой неброский стиль, мне кажется даже, что стиль минимализма был придуман для тех, кто боится ярких сочетаний, кто боится их сочетать, кто боится ошибиться, кто боится выглядеть как-то смешно иногда, может быть, броско, может быть, слишком выделяться из толпы. И вот для таких людей, которые хотят стать незаметными, придуман стиль минимализма. Это тоже их право, этих людей так одеваться, но повторюсь еще раз и уже в последний раз. Не требуйте от всех быть минималистами, не требуйте от всех одеваться как минималисты. Это неправильно, все мы разные, нам всем идет разное. У нас у всех разные цветотипы, у нас у всех разные стили. Кому-то подходят очень бледные тона, кому-то подходят очень яркие тона, мне подходят яркие тона. Вот я вот сижу в красной рубашке, мне подходит этот цвет, я знаю, что мне подходит этот цвет. все высказалась у меня не получилось так эмоционально как у марины я прикреплю ее видео под моим чтобы обязательно посмотрели марина была очень эмоционально и очень убедительно и говорила очень от души вот я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно и увидимся совсем скоро в следующем видео с вами была ваша дита пока пока либо и целую